Идущий на профит, привет, у тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть, лайки, подписочки, ну и давайте посмотрим, что мы в этот утренний прекрасный день можем снова пролудить на рынке, продолбать наши депозиты, как это можно, давайте по битку посмотрим. Давайте с маленького таймфрейма, уж не буду я там глобально говорить, в предыдущем как бы говорил, там 200-200 дневный цикл, терапыры, просто начнем с лайтового. Блин, почему-то я не нашел, где я вот такое рисовал в вчерашнем выпуске, может я себе там в мозгу что-то обрисовал, так, это крупное я рассматривал, ну ладно, неважно. В общем, что, хотелось бы вчера, чтобы перелоили вот этот вот компонент, 44100, там ликвиды двадцаток были, но не стали к ним заходить, просто в припамповую зону спустились. Давайте смотреть, что сегодня могут, ну, во-первых, пин-бар, особенно к евро, ну, это означает временная остановка, не можем пройти уровень, ну, в нашем случае ниже, это перевернутый график. Вот, надеялся я на давление ниже, у меня даже сейчас шорт небольшой висит. К сожалению, вот это движение вчера не получилось нормально отланговать. Фил у меня закрылся в безубытке, точнее, вот я уже запутался. А вот здесь вот, на всем подъеме, естественно, сегодня бежит сме, открылась на отметках, где там, единственное-то, ну, короче, в час ночи, где открылись, там и, где закрылись в пятницу, там открылись. Сегодня гэп не произошло, но я думаю, что локальный маринад продолжается. Я не думаю, что прям с текущих пойдут скамить. Тут, кстати, на часовике к деривативу, если смотреть. Пин-бар, недопоглотили его, тут в идеале надо было, конечно, лонг набирать со стопом сюда, ну, или, может, чуть ниже было. И целится 42 500, но сейчас уже нерелевантно, сейчас риск-прибыль будет маленькая. Блин, пораньше бы я встал и знал бы, куда Паушкину пенсию деть. Вот. К сожалению, для шорта идем рваными движениями. Видно, что закругление идет. Хотя, не такое уж закругление. Ну, короче, не нравится мне. Буду держать шорт, который уже набрал. Вот 43 50 у меня получилось среднее. А, ну, почти в макушке у меня среднее. Ну, как раз вот стоп сюда ставлю. И пофигу, пускай выбивает. Что наверняка произойдет. Ну, конечно, может... Посильнее слив дадут. Ладно. Сейчас просто лично я жду. Блять, вот реально пораньше бы проснуться и взять лонг. Как машину времени. Вернуть. На будущее просто такие сетапы очень красивые. То есть, условно, если мы длинный пин-бар... Ну, на часовике плоховато отрабатывает. Па-па-па-пам. Симулятор убить. Вот так, да? Если мы видим вот такой очень длинный пин-бар с тенью. А вот здесь вот разбрасывать лимитки. Интересно. Стоп куда-нибудь сюда. Вот. И, ну, в какую-нибудь плотность метимся. Вот, например. Ну, можно первый тейк, да. Вот здесь вот объем мы видим. Переставляются. Первый тейк здесь, второй здесь. Но, к сожалению... Так. К сожалению. Не успев. Ладно. Теперь сегодня что? Я думаю, все максимально тупо. Продолжится флэт. Единственное... Вот это вообще жопа. Касаемо лонга. Просто задница 73 лонгов. И это, ну, держится довольно-таки долго. То есть тут пытаются... Наверняка каких-нибудь поддержек рисуют. Взять, да? Что тут можно нарисовать? Вот, типа, поддержка, наверное. Вот такая разметка у многих. Пытаются от нее отыграться. Ну, сейчас дадут немножко поддержать им прибыли. А в целом, кстати, ну... Несмотря на то, что лонги вчера не так удачно отработали. Шорт сейчас в небольшом плюсе. Луна прекрасно скамится. Закругление. Ну, я говорил, жду при памповой зоне. Единственное, сейчас... Ну, могут вот эту провокацию устроить. То есть бывает так, что... Идем ниже. Еще раз плечо. Потом перебив. Да, и потом уже основательный скам. Могут вот так вот сделать. Скорее всего, если такое дадут, где-то на 100-110 буду добираться в шорт. Ну, то есть сейчас у меня шорт где-то 115-118. Я там чуть-чуть его добирал. Поэтому усреднилось до 115. Короче, был 118. Чуть-чуть добирал 115. Буду держать куда ниже. Ну, я вообще думаю, что хочу пост забелить. Новый медвежий рынок начнется на фоне охоты на ведьм в стейблах. Думаю, что из трех, так скажем, карт, это биржи, запреты в Азии и стейблкоины будут разыгрывать карту со стейблкоинами. Их... будут к ним большие вопросы. Скорее всего, амеры начнут вынимать ликвидность своего рынка. Как они уже, кстати, делают, насколько я знаю. И под нож пустят стейблкоины. А мы помним, что Луна это проект, который на базе которого можно криптоактивы привязывать к стейблам. Ну, что-то такое. И есть шанс, что, ну, вот, Луну и прочие стартапы, связанные с стейблами, будут очень сильно о них охотиться. Выжбут сильнейшие. Я думаю, что стейблкоин Coinbase выживет, потому что там все... Взаимодействие с самого начала было с СЭК, с комиссией на бумагах. Вот у меня вопрос к BNB. Вообще не случится ли краха Бинанса? Все-таки биржа топ-1. Я бы не побоялся сказать. И если FTX, Coinbase и Амеры будут спасать, то Бинанс спасать некому. Потому что в Китае у них, насколько я знаю, офисов больше нету. Они с Хуби переехали. У них по всему миру офисы только в юрисдикциях США. Но не пустят ли США под нож вот такую вот штуку, как Binance? Потому что, ну, понятно, что Coinbase жалко своих, FTX, там кто еще. А вот Binance, тем более у них BUSD, ну, вот уже становится не так смешно на самом деле. Хотя вот Binance одна из моих фаворитов бирж. Про остальные я, в общем, молчу. BitMax, что мертво-то уже не убить. Ладно, наверное, больше нечего сказать, но геальты смотрятся на недельных графиках очень плохо. Да и на... Вот, например, вот я думаю, раздумываю о такой сделочке. По АВАКСу. Очень долгое, очень муторное. На недельном графике я смотрел. Ну, то есть, допускаю, что это разновидность зажимного скама. Да, условно. Даже не столько скама, сколько... Какого-то канала, да, из которого... Если просто вот здесь вот уже шортить на пробой, я думаю, что это релевантно, потому что мы уже сколько ходим. Здесь все отходили. Здесь отходили. Здесь релевантно, но риск-прибыль, ну, реально дерьмовый. Поэтому зачем здесь на пробой шортить, когда можно взять в середине рейнджа, да? Как раз, наверное, в объемах нет. Нет, мы даже не в объемах. А, ну да, около объема. Над которыми даже не закрепились. Вот, и попробовать сыграть на понижение. Ну, скорее всего, я чуть раньше буду закрывать. Наверное, вот, как лои будем перебивать. Вот этот закрою, здесь закрою. Но оборот сделки очень маленький, потому что очень далекий стоп. Это, простите, на минуточку... 25%, 30%. То есть, не знаю, я бы входил очень маленьким депозитиком. То есть, даже меньше 1%, что ли, я посчитал у меня на аваксе. Такая шляпа. Ну, то есть, вот, до нижней плотности. Единственное, конечно, страшно, то, что, как на луне, могут коробку сообразить такую. Ну, типа, условная коробка. Тут. Не доходим до нижней кромки. Запускаем. Здесь предскам. И уже только потом. Ну, тогда, да, тогда отступит. Такое вполне тоже я не исключаю. Ладно, короче. Черт благодействует. Давайте смотреть, что у вас в комментариях. Так, последний месяц... А, это опять реклама. Фига себе, 74 лайка набирают. Больше, чем, наверное, у меня под видео. 82. Вот это спамеры. Заблокировать. Добрый день, было бы здорово, если бы сделал ролик по твоим любимым сетапам в рыночном ситуации. Ну, их не то, что любимые, нелюбимые, просто есть какие-то... Ну, основное, это, конечно же, если на крупном таймфрейме, это зажимной скам. Так же, двузначно получилось. Ну, ладно. Короче, вот актив, он делает АТХ, он потом опять сюда, и, ну, потом проливается. Проливается он чаще всего к сопротивлению ниже. То есть, вот так вот. Это первый... Первая схема сетапа. Вот лично моего. Ну, она многим непонятна. Я когда объяснял, мне говорят, ты что, дебил? Это что такое? Второе. Второе. Это коробка. Это было, по-моему, на лукоиле. Это было, по-моему, ну, частично на луне. Там как-то гипертрофировано получился этот паттерн. Ну, короче. Идем. Здесь образуется какой-то ренж. АТХ. Да? Потом попытка выхода. Либо скам, как у нас на битке было. Либо бывает еще один прорыв, как на луне. Да? Вот здесь вот надо набираться. По фосагру... Блин, я забыл. Надо сегодня по фосагру глянуть. Такая же шляпа должна быть. Вот. И потом, ну, уже полноценный скам. Ну, опять же, к нижнему блоку сопротивления. Либо там, если уже какие-то были проторговки, очень часто... Ну, еще ниже можно со скамить. Вот второй сетап. Да их много на самом деле. Ну, и стандартные головы и плечи. Голова. Плечо. Еще одно плечо, которое перебивает вот это плечо. Да? И уже окончательный скам. Но, опять же, это все работает больше на крупных таймфреймах. Я вам не знаю, что про короткие сказать. Там очень много наебочек на коротких. Так, опять спаймеры, спаймеры. Про заем ДЗП на зиме улыбнул. Ты когда про попсу говорила, я что-то подумал, что любой андеграут рано или поздно все с попсу. И так вот, главное не опопсеть. Контент топ за свои деньги. Да все мы опопсеем. Просто там вопрос-то был, заключался в том, что кто-то спрашивал, почему ты какими-то терминами оперируешь. Я к тому, что, ну, это не для поп-маркета, мои обзорчики. Мои обзорчики для лудомана, кто в казино ходит, уже знает на какую кнопочку, за каким автоматом есть прибыли, за каким нету. Тут мы сами общаемся. Вот этот вот автоматик прогретый. Вот эта вот биржа вот такая. Ну, короче, это не для масс-маркета явно. Не, если меня начнут в Тинькофф передачи приглашать. Привет, посмотри, Кэнсэй из детей. Я тебе про него писал уже, но там началась неплохая активность. Мне интересно узнать твои мысли. Я примерно три месяца за ним слежу. Я решил пойти на фьючах в последний путь, так сказать. Красава! ТВХ 3,7,5. По 4,5 скинул. Так. По-моему, я что-то кому-то смотрел. Нет? Ой-ё! Да, красиво. Ну, это как раз про один из паттернов, который я рисовал. Можно так предположить. Просто он так растянут. Нет, я не предполагаю, такой паттерн очень растянут во времени. Кстати, очень похоже на NG, по-моему. NG, 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 NG. Ну, короче, да, вот на NG очень похоже. Визуально. Наверное, вот это всё, что я тебе могу сказать. Ну, перехай локальный. Возможно, ещё там на Тахадаст. Но видно, что уже кроемся пинами. Мочи нету. Сейчас откроем трёхдневку. Тяжело идёт, тяжело. Три дня. Ну, не знаю, что искать. Вот, я бы подождал, когда один бар там какой-нибудь на дневке или трёхдневке, или там неделя. Ну-ка, неделя интересно, как я закрывал свой NG. Закроется большой тенью. И, наверное, распродавал всё. Потому что ловить хай... Ну, я бы, наверное, не стал. Я бы подождал чего-то конкретного. Пока что... Ну, нету финального закола. Вот, ну, как бы ждать финального закола, я думаю, что... Сетку расставлять. Но, опять же, всегда оставляй патроны на бой. Не тейкай прям сто процентов. Пускай ты там не до конца затейкаешь, пускай это всё там вниз улетит, там, к твоей точке входа. Но зато у тебя там будет шанс в топливо прям скинуть на головы этих лодиков. По 4,3 скинул. По 4,3. У красавы, у тебя хорошая сделка. Чё тут говорить? Я бы держал, что касаемо будущего. Вот шортировать до костей, в принципе, не знаю. Вот, опять же, ловить АТХ. Ловить АТХ, не знаю. Слушай, она реально есть. Я сейчас посмотрел на биржу Binance. На паузу ставил. Да, слушай. Можно чуть позже. Я говорю, ждём какой-нибудь пин-бар на трёх дневке. Тень с максимальным выносом. Кстати, сейчас мы подключим. Байбит Ликвид Левелс. Он нам на дневке-то не покажет, да? На трёх дневке. А, нет, покажет. Десятые шорты вынесли. Ну, а тут сейчас зашортили, пацаны? Я бы, наверное, их шорты на 4,7 подождал бы. Плюс пятак, это очень важный уровень. Наверное, от 5 можно было бы что-то попробовать. Интересно, он сморозит. Ладно. Так. Я навичок криптовалюте. Мне сложно хорошо использовать здесь стратегии, где я могу найти законного брокера. Чем больше управлять моим счетом, а также научить мне торговать. И сразу ответы. У-у-у! Проверьте, Ребекку Мото. Она действительно один из лучших законов. Ой, блядь, клоуны. Привет! Если не сдруднится, скажи, как можно сменить комиссию, заводить деньги на Binance? Сейчас использую P2P через Росбанк. Но потери большие. Есть возможность делать карту в Казахстане. Будет ли выгоднее? А я не знаю. Я ничем таким там. Карта в Казахстане, в Грузии я ничем не делаю. Я человек русский. Мне ничего не надо. Ладно, я серьезно. Через наличку. Через наличку. Я как делал? Заводил я деньги, брал наличные. Ехал, ну не ехал, передавал брательнику в другом городе. В большом. Не Москва. Он там покупал за наличные, покупал битки. Битки мне переводились на биржу. Сейчас, как я выводил с минимальной комиссии, там что-то комиссия меньше 1% составила. Ну, потому что у меня сумма была большая. Ехал в Москву, передавал битки. Мне давали наличный кэш в пакете. Это самое выгодное. Там около процента. Процент, может 1,3. То есть, это не сравнится с... Тем более, вы карты эти все палите. Ну, зачем, пацаны? Вам потом 100% придет письмо счастья. Вот 100%. Блять, к бабке не ходи. Один раз где-нибудь. Там же деньги через P2P могут продаваться непонятно откуда. Условно, там кто-нибудь оплатил оружие какое-нибудь. Эти деньги скинули вам на карту. Были случаи в чатах, в которых я сидел. Там к чуваку приходили полиции и говорили, вы, ну, как бы обвиняетесь. Ну, пока что как свидетель. Не обвиняйтесь, вы свидетели по делу в отмывании денег. Ну, короче, ребят, зачем это вам? Я бы не рекомендовал там с карты на карту. Хотя, с другой стороны, если там у вас небольшие суммы, там 5-10 тысяч рублей, может быть, конечно, и ничего не будет, но если серьезные суммы гонять, это только наличка, это только, ну, нау-нау, так скажем. Наличные биткоины, наличные. Это единственное и самое менее затратное. А так вас будут светить биржи, вам зато удобно, но вас будут светить биржи. Вы не забывайте, в какой стране. Сейчас у нас какая ситуация. Нижнее предплечье не должно быть выше верхнего, как объединение. Нижнее предплечье не должно быть. Ну, условно, обычно по нормам отработки гипа, то есть, условно, давление продавца он не может пробить, уходит на поиск ликвидности, потом снова уже главная попытка пробить, да, не получается. И, ну, вот это вот предплечье... Блин, секунду. Сейчас перерисую. Короче, у гипа вот это предплечье не должно быть. Да что такое? Сейчас нормально нарисую. Короче, вот там типа цена. А, ну я сейчас... Что нарисую-то? Я сейчас на битке его покажу красиво. Что тут схематозить-то? Так, удалить индикаторы. Удалить индикаторы. Одна неделя. Вот, идеальный гип на недельке до второго. Даже нет, давайте там идеальнейший на три. На трехненький. Вот, смотрите. Условно. Плечо. Предплечье. Ну, не знаю, предплечье я не... Короче, голова. Плечо правое. Здесь идеальная норма отработки по диагонали, да? А здесь тест этого сопротивления. Вот, видимо, протестировали. Вот здесь идеальная точка входа, в которую надо было входить. Про предплечье. Ну, не знаю, короче. Подмышка вот этого должна быть ниже вот этой. Короче, ну, некоторые гипы отрабатывают и вот так вот, конечно. Да? И дальше идут. Но, во-первых, тут уже нету точки входа. Это неправильный гип. С другой стороны, он тоже, ну, наверное, имеет право считаться гипом, потому что плечо, плечо... Ну, функционал такой же. Типа продавец не... У продавца не получается закрепиться выше. И сил уже нету. И тут начинается давление медведей уже. Они понимают, что покупатели обосрались. И очень сильно. Но идеальный гип это всё-таки вот здесь был. Я его в канале у себя обрисовал. Одно время сказал, вот медведи, дебилы, сейчас будут шортить. Им такой идеальный гип нарисовали. А раз и... Пососали мы, я, конкретно я. С тем гипом. Так, чё тут, кто ещё? Нравится, что читаешь комменты, подписался. Спасибо. Расклад по БТС руб означает одно из двух. Либо БТК скам, либо из БТС скам. Рубас будет укрепляться. Думаю, он, конечно, у Рубас слабый, но... Рубас слабый, но нельзя торговать свои, так скажем, эмоции. Да, говорить то, что вот рубль, да пусть он скажет. Ну, короче, даже нельзя торговать свои эмоции, надо просто смотреть, ну, как бы, чё... Чё по графику. Не надо там, если у тебя есть какие-нибудь политические соображения или ещё что-то, никогда экстраполировать это на графике. Сейчас мы там накажем амеров, сейчас мы накажем Госдуму и так далее. То есть, это херня не надо заниматься. Вот, поэтому... Я хоть и считаю, что рубасик слабый, но к БТКу... Ну, то есть, прям зажимной скам рисуется прям вообще лютейший. Может, ну, на БТКе так он хорошо не вырисовывается, потому что там... напечатана просто денежная масса огромная, хотя на рубасе тоже она напечатана, и ничего. Ну, короче, да, я в предыдущем выпуске говорил, что, как бы, у рубасик-то вот здесь цели. Я бы, конечно, чуть раньше, например, вот здесь вот покупал. То есть, за миллион восемьсот нам биточек купить реально. Хотя есть вот у рубаса-то давление этих чувачков, как там, нерезидентов. Интересно посмотреть, как там будет происходить. Спасибо за комментарий. А инвестору укладчик плитки в туалете? Да, там чувачок. Ну, я ничего не против не имею. Укладчик в плитке. Я и сам работал на тяжелых пролетарских работах. В этом нет ничего такого. Ну, там просто клоун был в предыдущем выпуске, в комментариях. Поэтому, пожалуй. Гадань на кофейной гуще. Согласен. Че у тебя там? Вот, смотри, вот это не на кофейной гуще. Понадобится связь со мной для ваших инвестиций. Вот этот чувак точно знает, как правильно инвестировать. Поэтому это не гадань на кофейной гуще. Я обратюсь к нему. А, какой-то даун тут опять заблокирует. Че-то такое. Криктос, рубасик, продаван, холодняк, тьфу, холхозник, учи русский. Ой, сколько вас таких учителей. Чтобы тебя от холхозника оградить, мы тебя тоже заблокируем. Подпишем на канал русского языка. Закупился на все деньги каждый день на очке. Красава, бро! Бюляш! Вот так и надо. Добро пожаловать в наш чат. До новых встреч. До пребудет с вами прибыль. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...